Студенты уничтоженного огнем колледжа на Троицкой смогут продолжить обучение на базе Международного гуманитарного университета. Такое решение проблемы прозвучало в мэрии во время экстренного совещания с участием городского головы Геннадия Труханова и почетного гражданина Одессы Одесской области, президента МГУ Юрокадемии Сергея Кивалова. В колледже, по информации из различных источников, в среднем учились около 500 человек. Сергей Кивалов отметил, что переводить детей в другие учебные заведения по несколько человек не нужно. Международный гуманитарный университет готов принять всех студентов на обучение, а преподавателей на работу. Мы предложили свои услуги. У нас есть лицензионный объем, у нас есть все условия. И мы готовы их всех взять. И на тех условиях, в каких они были до этой трагедии. Те, кто на бюджете учился, они должны на бюджете учиться. Те, кто по контракту, у них контракт не должен быть выше, чем они раньше платили. И поэтому мы, учитывая наши все возможности, которые есть в Международном гуманитарном университете, потому что те специальности полностью совпадают с теми специальностями этого учебного заведения, который пострадал. Посмотрите, у них экономика есть, бухгалтерский учет есть, аудит есть. И в МГУ эти же специальности есть. Я имел возможность пообщаться с министром образования и науки и высказал, что мы готовы оказать реальную помощь тем детям, которые пострадали. Даже об этом мы сегодня не можем ответить себе и людям, что же там происходило и сколько студентов, и на какой основе там учиться. Тем не менее, тем не менее, задачу это нужно решать. Я просил бы, Сергей Алексеевич, поскольку вы создали, я считаю, лучший область в Украине сегодня, колледжи, знаете, как диктую систему образования, высшего образования в нашей стране, подсказать нам и, может быть, прийти в пути решения данной задачи. Сергей Кивалов подчеркнул, такая ситуация угрожает многим старым домам в центре Одессы. Почетный гражданин города настаивает, власть должна найти деньги, чтобы решить все проблемы, связанные с противопожарной безопасностью, в первую очередь в больницах и учебных заведениях. Нужно выделить средства из бюджета. Из бюджета, подчеркиваю, никто не сможет потянуть, ни один вуз не сможет обеспечить полную пожарную безопасность. Нужно эти средства пустить и в больницы, и в учебные заведения, во все учреждения, в том числе и коммунальные собственности, для того, чтобы обеспечить это. Кроме того, студенты Одесской юрокадемии и МГУ накануне организовали акцию по сбору средств гуманитарной помощи и крови. На совещании также затронули вопрос о необходимости создания спецкомиссии по привлечению общественников и народных депутатов, которая могла бы проверить соблюдение правил противопожарной безопасности как в государственных, так и в коммунальных учреждениях города.